Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий ролик. Так что дерзайте! Ну что же, я надеюсь, сегодня у нас никаких проблем с микрофоном не будет. Если будет, то вы это, естественно, заметите, и мы сразу перейдем к запасному варианту. Вот как-то так. Посмотрим, какие у нас матчи сегодня. Домашняя игра против Тульского Арсенала в чемпионате России, выездная против Зенита. Да, конечно, против Зенита, против Барселоны в 1-8. Вот мы 1-0 их дома обыграли. Также выездная против Краснодара. И домашняя игра, скорее всего, на нейтральном опять будет в стадионе в полуфинале. Кубка России против московского Спартака. Матчи сегодня будут, кстати, вот после Тульского Арсенала все топовые. Это и Барселона, и Краснодар, и Спартак. То есть топ-4 российской премьер-лиги. Вот именно Спартак и Краснодар. Поэтому будет тяжело нам, конечно, вот такой график выдержать. Но мы постараемся. Также у нас, кстати, по подписчикам, как я заметил, 2 миллиона 900. Скоро можем и 3 миллиона набрать, я надеюсь, после победы над Барселоной. И очередной, потому что мы, если я не ошибаюсь, действительно выходили в следующую стадию, обыграв Барселону. Не помню только в каком сезоне. Вот, ну а сейчас мы играем против Тульского Арсенала. Так что, действительно, я второй состав бы хотел выпустить. Вот, но у кого пиковая форма уж ладно, пусть играют. Кстати, ни у кого нет ниже средней. У всех средняя, либо пиковая есть. Вот это вот замечательный настрой игроков, конечно. Поэтому вот таким составом мы выйдем против Тульского Арсенала. Играем дома в чемпионате России. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Тульского Арсенала. Российская премьер-лига. Давайте начинать. И мы пропускаем. Вот опять вот какая-то такая шляпа залетает. Я не понимаю, почему. Вроде удар-то не сильный был. Просто хорошо Лисовой сейчас смог пробить. Не сильно, просто аккуратно. Таким снижающимся ударом попал в самую девятку. И 1-1. Джастин Клювер забивает, сравнивает счет на 32-й минуте. Главное, что забили, слава богу. И все. Кончается время матча. И счет у нас 1-1. Вот так вот. Потеря очков. Вроде бы в том матче, в котором мы должны были набирать 3 очка. Все-таки еще играли дома. Всего лишь один удар в створ, который стал голевым. Но Тульский Арсенал нас действительно прям переиграл. А это тем более перед ответной игрой с Барселоной. После 23-го тура мы все так же лидируем. На 12 очков опережаем московский Спартак. Так, скауты мне нашли центрального нападающего. Я уже походу понял, что это Лионель Месси. Но, к сожалению, нет. Я уж точно его зарплату не потяну. Ну что же, мы отправляемся в Испанию в очередной раз. В этом сезоне мы уже отыграли в Мадриде. На Сантьяго Барнаве. Теперь отправляемся на Камп Ноу. Смотрим, кто готов, кто нет. Джезус, к сожалению, не сыграет. Но будет Виктор Осимьен, значит. И на скамейку я возьму Чалова. Вроде все. Но вот таким составом мы выходим. Барселона против Зенита. Ответная игра в 1-8 финала Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, замечательный стадион Камп Ноу. Барселона-Зенит. Частенько уже такие матчи получаются у нас в этой карьере. Ну, значит, такова судьба. Будем стараться. И вот уже сразу же перехват от Виктора Осимьена. И Осимьен делает счет 2-0. Тридцатая минута. Мы забиваем еще и на выезде. То есть в любом случае Барселоне надо теперь забивать 3 мяча. Ну, вот как ни крути, но это им надо сделать. Забьет 2. Будет ничья 2-2. Но все-таки наш вот этот гостевой гол все и решил. Осимьен шикарно здесь переиграл вратаря. И еще и Чалов забивает, которого мы выпустили вместо Эрлинга Холланда. 86-я минута. 2-0. Итого в двухматчевом противостоянии 3 мяча безответных пропустила Барселона от Зенита. И снова они вылетают на ранней стадии. Я не помню, мы то ли в четвертьфинале с ними встречались в том сезоне, когда в финал вышли. Но это если я действительно ничего не путаю. И все. Финальный свисток. Зенит уверенно переигрывает Барселону на Комп Новый. Мы снова выбиваем Барсу из плей-офф Лиги Чемпионов. Выходим в четвертьфинал. Это значит еще плюс 2 матча нам точно гарантированно сыграть. Но вы посмотрите. 9 ударов, 7 створ, владение на равных. И всего лишь 1 удар от Барселоны. Ну, что за игра. А Семен стал игроком матча. Ну, что же, другие команды. Давайте посмотрим, кто вышел в четвертьфинал. Возможно, у нашего соперника, естественно, узнаем. Во-первых, Реал из нашей группы. Как-то так потихонечку. Но обыграл все-таки Фейнорд в одном причем матче. С счетом 2-0. Мы обыграли Барсу в двухматчевом причем противостоянии. В двухматчах обыграли. Поэтому вообще замечательно. Бавария обыграла тоже в двухматчевом противостоянии. Селтик с общим счетом 5-2. Ливерпуль. Один раз только обыграл Атлетика. Но там в ничью еще Голливуд сыграли 3-2. Но все-таки выходит дальше. Шахтер переиграл ПСЖ. Ну, не действующего. Это чемпиона. Обладатель Лиги Чемпионов нашего второго сезона. Вот. Бавария, кстати. Я не помню, то ли она прошла все-таки чемпион или нет. Их обыграл кто-то. Но не суть. Тоттенхэм вынес Ювентус со счетом 7-2. Тоже замечательно. Монако разгромил Спортинг Брагу. Причем в одном матче. И Интер в дополнительное время выцарапал победу у Челси. И вышли в четвертьфинал. Кого бы я хотел здесь видеть? Ну, Реал можно было. Потому что я их обыгрывал на Сантьяго Бернабе. Вот так сказать. Но почему бы и нет. Все-таки там 1-1 у нас с ними. Даже по голам мы минимальные проиграли и победили их. Поэтому можно было. Баварию бы не хотел. Естественно. Но они нас выбили в полуфинале в прошлом сезоне. Поэтому нет. Ливерпуль тоже бы не хотелось. Шахтер можно было. Интересная команда Тоттенхэм. Не знаю. Монако можно было бы. Но Интер тоже. Поэтому буду доволен только Шахтер Монако и Реалу. Если уж так подвернется. И как, друзья, символично все это получилось у нас. Мы будем играть именно против Реала. В четвертьфинале мы снова вернемся на Сантьяго Бернабео. Как прогрессирует Хоакин в Лестере. Вообще замечательно. А Семьен теперь у нас пират из Генуи. Это какой-то уже расизм пошел, мне кажется. Из Генуи еще. Так. Чалов отрицает слухи о переходе в Уэллэрхэмптон. Но придется, скорее всего, туда уходить ему. Ну и вот. То есть я, в принципе-то, доволен, что снова Реалу. Поэтому тот матч ошибка, конечно, была домашняя игра в группе, когда мы автоголом пропустили. Поэтому, мне кажется, хороший для нас соперник. Посмотрим. Так. Выпускаю Джеймса. Выпускаю Элвэдди вместо Комары. И еще так смотрю, кто там прям из подуставших. Даже не смотрю на пиковую форму Альфонсо Дэвиса. Выпущу Хосе Гая. Ну и все. Вот таким составом мы и выйдем. Краснодар-Зенит. Чемпионат России. Выездная игра. Поехали. Краснодар-Стадиум. Краснодар поднимается на Петербургский Зенит. Интересный матч тура. Мне кажется, самый главный будет. Первая строчка встречается против четвертой. И 1-0. Вы посмотрите на этот дриблинг. Малкома просто прошелся так с мячом на скорости. И вколотил и за штрафной, если я не ошибаюсь. На 13-м минуте. Зенит выходит вперед. Очень хорошую контратаку побежали. Дрюси так подождал забегание Малкома. И все. Тот на таком спринте ворвался. Ну там, да. В штрафной уже был нанесен удар. Но все же. Я видел, как вратарь выходит. Поэтому решил в ближний угол. Неплохо так пробить. Так, ну а вот теперь действительно опасный штрафной. Вряд ли я его сейчас отражу. Потому что это гол. 100%. Да, кто бы сомневался. И все-таки вырываем сейчас эту победу, я надеюсь. Ну еще один гол на Краснодар стадиуме мы забиваем. 2-1. Шикарная атака сейчас у нас была. До верного прям довели. И на пустые ворота на Жезуса отдали передачу. И 2-2. 69-я минута. Шапи Сулейманов забивает, сравнивает счет. Ну вот как-то весы какие-то происходят в этом матче. Очень даже странные. И все, финальный свисток. Зенит не может уже вторую игру подряд обыграть любую команду в российской премьер-лиге. Наша вторая подряд ничья. Но Краснодара 2 удара, 2 в створ. Как-то так. Еще и Сулейманов стал игроком матча. После 24-го тура мы все-таки же лидируем в российской премьер-лиге. Правда теперь уже на 10 очков опережаем московский Спартак. Ну что же, матч уж точно дня. В России Зенит против Спартака встречается в полуфинале Кубка России. Первая строчка играет против второй. Ну, мы будем готовы. А через сколько у нас игра будет против мадридского Реала? Время будет, поэтому будем играть первым составом. против Спартака. Но здесь, в принципе, у меня все готовы. Поэтому я и выпускаю самый стартовый состав. Зенит-Спартак. Полуфинал Кубка России. Поехали. Итак, Эстадио Дель Нуэва Триумфо. Зенит против Спартака. Напоминаю, полуфинал Кубка России. Поехали. И Клюверт выводит нас вперед. 33-я минута. 1-0. И 2-0. Федерико Вальверде забивает углового. Причем красивый такой гол. Принял, обработал и пробил. Замечательно. 2-0. Уверенно переигрываем пока что Спартак. В полуфинале Кубка России. И Дриуси громит. Ставит жирную точку. Забивает последний гвоздь в крышку гроба. Скорее всего, 90 минут. Заменили мы Малкома на Дриуси. И причем именно Дриуси-то и сделал практически вот эту 5-минутку последнюю. Он и угловой подал на Вальверде. И гол в концовке тоже забил. Так что шикарная замена. 3-0. Разгромили Спартак в полуфинале Кубка России. И все. Финальный сесток. Клюверт, Вальверде и Дриуси нам помогли выйти в финал Кубка России. Давно мы там не были. В прошлом сезоне нас выбил из этой же стадии Локомотив с минимальным счетом. Ну а вот в этом сезоне получилась доминация в этом матче. Ни одного удара даже Спартака в створ не нанес. Ну и лучшим игроком стал Дриуси, естественно. 7-0 у него оценка. Но в ответном матче. Ну не в ответном, а точнее в следующем уже. В финале мы сыграем против Краснодара. Который, кстати, выбили действующего обладателя. Кубка России Локомотива в дополнительное время. Ну вот придется нам снова играть против Краснодара. Тем более мы не выяснили, кто сейчас лучше. Краснодар или Зенит. 2-2 мы с ними сыграли. Итак, Маркинец у нас получил роль интеллектуала. По тренировкам Клюверт добавил единичку к рейтингу. Ну а остальные это вроде как все игроки молодежной академии. Ну и на этом все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok